Друзья, всем привет! Мы сегодня снова на партизан-базе с Андреем Юрьевичем Слепушкиным. Вот он ведет автомобиль, наш Peugeot-партнер Crossway. И едем мы в очень интересное место. Российская земля всегда была сильна и в периоды трудностей, в том числе своими мастерами, людьми, способными подковать блоху и так далее, и сделать прочие неведомые вещи, которые облегчали бы быт и придавали веру в будущее. И сегодня мы едем как раз к такому человеку. Зовут его Гоняющий Кулибин, но так называется его YouTube-канал. А зовут его Кирилл. И Андрей Юрьевич нам по дороге немножко про него расскажет. На мой взгляд, Кирюха просто фантастический абсолютно парень. Кулибин ему, может быть, даже не очень подходит. Он действительно грамотный инженер. Не знаю уж, как так случилось. Божий дар у человека. И он сделал уже и вездеход гусеничный, и багги по чертежам. Мало того, что он ездит на мотоцикле как бог, но сейчас мы не об этом. Сейчас мы о том, что он постоянно, как сказать, наполнен идеями новыми. Делает вездеходы, у него каракат, вездеход гусеничный, который уже поменял владельца у кого-то ездит. Ему постоянно, у него нужда строить. Самый главный конек, который появился у него за эти годы, это так называемые лодки-платоходы. То есть, это просто, ну, я считаю, для нашей страны весьма нужная вещь, уникальнейшая, совершенно не хуже никаких там импортных аналогов. Делает он это все своими руками и с нуля, абсолютно с нуля, вы сегодня сами в этом убедитесь. Очень качественная вещь, соответственно, уже этих лодок, ну, это он скажет, сколько уже этих лодок построено, но уже не один десяток. Вот такая вот история, то есть, действительно, Кулибин он на самом деле не просто Кулибин, он инженер, настоящий человек, который находится в постоянном творческом поиске и делает все дотошно, с использованием оборудования. На это вы все сейчас посмотрите. Ну, а мы пока едем на нашем партнер-кроссвейпе по такой разбитой ледяной дороге. Ну, мы достаточно шустро едем, я смотрю, тут мало кто так ездит с такой скоростью, мне кажется. В кроссоверах, наверное, так здесь можно есть, да, Андрей Юрьевич? Да, в общем, я по этой дороге намного на чем ездил, и абсолютно без напряга идет машина, вообще никаких проблем, ничем не задевает, ничего не чиркает. То есть, совершенно спокойно вы можете использовать этот автомобиль круглый год, ему, ну, особых-то преград нет. Понятно, что это не кроссовер, но в использовании таком, там, по России, здесь, там, на асфальте, ну, в прошлый раз мы еще, да, отметили, он великолепен, да, И точно так же он абсолютно здесь, подвеска тоже отлично работает, сглаживает все неровности. Вообще, на самом деле, очередной раз удивляет именно сама жесткость подвески, которая подходит, ну, во все условия, честно говоря, просто во все. Она комфортна и тут, и на асфальте. И груженый, и не груженый автомобиль ведет себя великолепно. База нашего Кулибина находится на окраине одного из русских городков, называется городок Петушки. То самое легендарное место, про которое писали писатели. В общем, место легендарное, в том числе, своими мастерами. И едем как раз к, ну, наверное, одному из лучших, может быть, не только в этой области, а специалисту по превращению ничего в крутые агрегаты. Так, вот мы подъезжаем, гараж. Так, все. Один из гаражей, потому что с той стороны участка второй гараж, где делаются непосредственно лодки. Здесь Кирилл занимается, так скажем, мототехникой. А второй гараж, я бы назвал его таким небольшим сборочным цехом, весьма приличным, где он занимается как раз сборкой лодок, болотоходов. Ну что ж, давайте посмотрим на лодки болотоходы и познакомимся с Кириллом. Поехали. Вот такой гараж. В американском стиле, да, только из более прочных материалов, где по всему. Пойдемте посмотрим, что да как. Так, вот мы заходим. Вот стоит одна из таких лодок, да, Андрей Юрьевич? Да. Вот там какое-то управление модное, кнопки всякие. Вот можно заметить, Кириллу, когда попадаешь, обязательно что-нибудь будет необычное. Вот, к примеру, не знаю, какого года вот этот Мерседес детский, откуда он взялся, непонятно. Красивая вещь. Вот. Идет работа здесь. В общем, что-то явно с компьютерным управлением, да. Привет, Кирилл. Сейчас немножко закончим, и будет немножко потише, и пообщаемся. Ну, Кирилл, расскажи вообще, чем ты здесь занимаешься, как ты к этому пришел? Ну, именно здесь, именно в этой мастерской, это мастерская Гунч Ривер Хантер, да, это, естественно, лодки. То есть, и наши лодки называются Гунч, эти лодки сделаны из ПНД. В данный момент лодка сделана из ПП, да, это мы отошли немножко от своей, так, манеры изготовления. Просто была задана определенная задача лодки сделать из другого цвета, из другого пластика. То есть, мы это реализовали. Но это отступ от наших правил, так сказать. В основном мы делаем из пластика ПНД. То есть, это полиэтилен низкого давления, он высокой плотности и прочности. То есть, если сравнивать его с алюминием, то этот ПНД, пластик, да, полиэтилен низкого давления, он по всем, ну, по трем параметрам превосходит алюминий. То есть, это по прочности, по плотности и по, естественно, как это сказать, по коррозии, да, коррозостойкость у него намного больше. То есть, ее нет практически вообще, начался с этого. В общем, вот так вот, это в этой мастерской. До этого, как бы, я занимался постройкой всяческих направлений по вездеходам. То есть, это были единичные серии чисто для себя. То есть, кататься, развлекаться и так далее. Все начиналось с того, что как-то давно-давно у меня появилась сварка, да, то есть, в зависимости от того, что я в то время занимался еще спортом, да, мотокроссом, также, я говорю, вот появилась мастерская, сварка и что-то захотелось сделать. Я увидел трайк, дрифт трайк, что, ну, естественно, многие знают, что это такое. Сейчас это немножко подутихло, да, но если взять года три назад, это развито было очень сильно. Ну вот, я построил дрифт трайк, на этом я не остановился. Далее я увидел вездеход каракат на переломной раме. Реализовал его также в своей мастерской. Видео есть, естественно, на моем канале Гоняющий Кулибин, YouTube, естественно. И после этого вездехода я построил уже гусеничный вездеход, сайдсвайп. После гусеничного вездехода я построил багги. Ревейдж по австрийским тертежам, это если брать за рубежом, она называется Барракуда Х2. Ну, а после этого мне захотелось чисто для себя лодку-болотоход. То есть, лодка-болотоход заключается в том, что практически, в принципе, это на любую лодку можно повесить. Сам мотор-болотоход, да, в данный момент мы работаем с мотором-болотохода Макс Мотор, это производство города Рязань. Естественно, под этот мотор нужно было сделать лодку. Я оброс нужным оборудованием, это было в моих интересах, чтобы сделать, естественно, себе лодку. Никаких коммерческих направлений я еще даже не мог себе представить по поводу этого. Ну, сделал одну лодку, мне она не понравилась, я ее продал, сделал вторую, третью, другу, ближнему, так сказать, своему. Ну, и здесь как-то вот оно поперло, я это все подхватил и перенес сюда, в отдельную мастерскую. В принципе, вот она, небольшая предыстория всех моих дел. В чем вообще преимущество основной такой лодки, почему она именно называется болотоход, помимо типа мотора, да, и что она вообще может? Ну, если взять в отдельности, вкратце, саму лодку, да, болотоход. Вот, в принципе, лодка болотоход, болотоходом, если брать, опять же, оттуда, откуда она пришла, это взять Соединенные Штаты Америки, там это было придумано, да. То есть, эта лодка просто обычная плоскодонка, все. То есть, у нас этих лодок тоже довольно-таки достаточно, то есть, это та же самая казанка, на которой любят вешать моторы болотохода. Ну, естественно, любая плоскодонка, на которой вешается мотор болотоход, это называется лодкой болотоход. Вот и все. То есть, все зависит от мотора болотохода. Мотор болотоход – это такая силовая установка своеобразная, то есть, очень сильно отличающаяся от обычного мотора. То есть, там получается принцип действия такой, что, если, допустим, у нас это дно лодки, да, это плоскость дно лодки, мотор болотоход чрезвременную передачу переводит привод механический ниже на дейдвуд. Дейдвуд – это вал, на котором крепится винт. Естественно, эта точка передачи механической энергии на дейдвуд, она выше днища. Получается, естественно, у нас сапог выше днища, и все удары, какие-то препятствия, они пролетают мимо мотора. Если бы, допустим, обычный подвесной мотор стоял, то ногу просто бы снесло, отломило, винт сломало и так далее. Дальше идет нас дейдвуд. Дейдвуд, естественно, он немножко под наклоном, и винт работает в полупогружном режиме. Сам непосредственно болотоход, винт болотоходный, потому что он тоже отличается очень сильно от конструкции обычных подвесных моторов. Сам винт сделан из нержавеющей стали. Это топовые винты, есть и металлические винты, это полк РФ производства. Также у Макса мотора есть свой винт. Вот. И этот винт работает в полупогружном режиме. Естественно, все удары из-под нища, он сначала отсекается гребнем под мотором, и как бы все препятствия мотор-болтоход просто отсеивает, ну, отсекает вот этим, ударяется, подпрыгивает, и как бы винт не боится ударов, и мотор не боится ударов. А какая мощность вот такого двигателя, какие технические параметры у этой лодки, какую скорость может вызывать, что она может делать? Ну, давайте возьмем, допустим, вот тот мотор-болтоход, который у меня, да, у меня мотор-болтоход мощностью 30 л.с., производства компании Макс Мотор, и с мотором непосредственно с силовой установкой, это лончинг, ну, компания китайская, то есть, опять же, можно поставить моторы вангард, какие-то японские и так далее, но это все зависит от кошелька, естественно, клиента. Расскажи, пожалуйста, про вот этот двигатель. Так, ну, в общем, вот сам, собственно, двигатель мотор-болтоход, да, который вешается на наши, в данном случае, лодки, на многие другие, других производители, это компания Макс Мотор, город Рязань. В данном случае, вот, про что я говорил, сама словая установка, это мотор, это лончинг китайского производства, а все остальное касаемо ноги, то есть, которое я говорил, да, это сапог, дейдвуд, про который я вам говорил, также винт специальный болтоходный, то есть, это, его нельзя повесить на какие-то другие моторы, и он, как бы, он работает, как бы, в своей среде. Здесь лименная передача идет от вала мотора на дейдвуд, там идет вал, естественно, вот этот отсекатель всех бревен, там, камней, да, то есть, это некая, так сказать, безопасность винта, но, опять же, винт у нас получал серьезные удары, а камни и так далее, ему ничего не произошло. Также компания Макс Мотор делает вот такие вот защиты, то есть, эта защита дополнительно ставится, где-то примерно вот так вот, с двух сторон на дейдвуд, и на этом моторе-болтоходе можно будет ходить по каменистным рекам, не боясь вообще ничего. Круто. В данный момент комплектация у меня, как бы, практически одна из самых топовых, здесь имеется нейтральная передача, путем центробежного сцепления, вот его кожух, то есть, когда мотор работает, он стоит на месте газа чуть дали, то есть, вот, центробежное сцепление разжалось, схватилось, подала передачу на винт, мы, естественно, поехали. Здесь имеется электротрим, опять же, на этом моторе-болтоходе, в принципе, все. Так, по скоростным параметрам непосредственно мотор-болтоход, если бы брать тридцатку при лодке длиной 4,5 метра, там, допустим, в ширину в развале 1 на 4, то этот мотор выдает где-то порядка 40 км в час в одного. Там, при загрузке, как бы, опять же, скорость подпадает километр на 2. То есть, если, допустим, я хожу, вот, люблю маленькие лодки скоростные, то есть, у меня лодка была 4,10 длиной, легенькая-маленькая, то есть, мы на ней вдвоем развивали скорость до 46 км в час. То есть, это 30-й мотор. Есть дальше 35-й мотор, 35 лошадиных сил. Немало, слушай, а, ну, то есть, получается, можно, смысл такой лодки, что плыть там, где очень маленький уровень воды или поверх зарослей, вообще, ну, как? Да, вот именно, что это плюсы лодки-болтохода, можно плыть там, где очень, как вы сказали, маленький уровень воды, там, где нет воды, это, кстати, ломается мозг, да, у некоторых людей, когда об этом узнают, есть грязь, да, есть небольшой торф, этот винт заглубляется, он как шнек уже работает, отталкивается именно вот уже от этой жижи, которая есть непосредственно в болоте и так далее, то есть, он не боится камышей, не боится грязи, то есть, он все это месит просто вообще капец. Опять же, на моем канале есть похождения на этих лодках, вы увидите, что это делает. Опять же, можно прыгать на бревнах, преодолевать просто такие несущественные препятствия, что обычный мотор просто не позволит. Ну и ты сам делаешь вот такие лодки своими руками, да, расскажи, из чего вообще складывается производственный цикл такой лодки, из каких материалов, с чего все начинается и как процесс происходит? Так, непосредственно весь процесс начинается с того, что к нам обращается клиент, в данный момент мы работаем по заказу непосредственно по пожеланиям клиента, то есть, клиент нам дает задачу, я хочу вот такую лодку, таких-то размеров, с такой компоновкой, мы ее в команде нашей, я работаю не один, у нас есть команда некая, где лодка сначала проектируется, потом выводится в раскрой, потом на ЧПУ станке она раскраивается. Это станок с компьютерным управлением, да? Да, да, ЧПУ, да. То есть, заносится некая управляющая программа в станок, станок выпиливает детали лодки, и потом эти детали все специальным экструдером, в данный момент работаем очень хорошим экструдером, который конкурирует с зарубежными, это экструдеры города Щелково, инженерно-технический центр, города Щелково, так он называется. Этими экструдерами уже непосредственно лодки спаиваются, свариваются, и, в принципе, получается одна целая лодка. В принципе, вот у нас перед нами готовый экземпляр есть. В данный момент лодка это из полипропилена, это не ПНД. А в чем отличие полипропилена в контексте лодок? Ну, полипропилен, он сам по себе пластик немного не такой стойкий к окружающей среде, до воздействия ударов и так далее, как ПНД. А в чем тогда причина выбора вот такого материала, для чего он лучше? В данном случае это больше цвет, потому что у ПНД стандартный цвет черный, а чтобы заказать какой-то цвет определенный для одной лодки, это невозможно. То есть там закупочная цена, то есть цвета, естественно, определенный. Большая партия пластика должна закуплена, то есть, естественно, мы должны все лодки делать одного цвета, но мы, подержившись стандарта, делаем в основном черные лодки. Хорошо, вот этот пластик, это российское производство? Это российское производство, да. В данный момент, на момент съемки этого видео, цены особо не возросли из-за того, что это наше производство, можно этим гордиться, потому что это делается все в России, то есть от начала до конца. То есть и пластик, и лодки. А моторы? Моторы, сами моторы болтохода, это основная силовая установка непосредственно от самого мотора, то есть установки внутреннего сгорания, все российского производства. Сам мотор заказывается непосредственно с Китая. Ну, опять же, можно поставить мотор в ангар, который у нас японского происхождения, но там уже цены, естественно, что Китай, что Япония сейчас возросли. Как бы при сборке лодки монтируется некий стапель, чтобы диагональ и ровность лодки соблюдать, естественно. Ну, у нас свой подход, как бы это небольшие, так сказать, наши... Экструдер это вот те штуки, которые висят, да? Да, экструдер это вот, то есть на нем имеется силовая, так сказать, дрель, нагревающий элемент, шнек, где это все смешивается, и оттуда выдавливается непосредственно экструдер, это расплавленный пластик, который наносится на две детали соединяемых, путем этим они сваливаются воедино, и получается одна целая деталь. То есть это вот вся эта штука, это не расклеится, ничего не может в принципе, да? Нет, это у нас сплавливается, это не клей, то есть шов наносится температурным режимом с специальной температурой, то есть соблюденной при выдавливании экструдера из экструдера, это все две части расплавливаются и сплавливаются воедино, все. То есть это не клеевой пистолет, да, обычный клей и так далее, это выдавливается тот же самый пластик на две детали, под температурой этой экструдии две детали сплавляются воедино. В общем, лодок я сделал немыслимое количество, на самом деле, это нужно только подсчитывать, но где-то в районе, может быть, не знаю, от 50 до 100 лодок, я не могу сказать точно, честно. В месяц у нас выходит, ну здесь можно в принципе примерно, в месяц у нас выходит 4 лодки где-то примерно, и на рынке я четвертый год. Скажи, сколько времени занимает заготовление одной лодки? Если все это складывается воедино, то есть проектировка вырезания лодки на ЧПУ-станке и сборка, то это примерно около двух недель. Но мы сейчас работаем как бы с сопряжением, то есть мы сейчас проектируем лодку, допустим, на следующий заказ, а собираем, допустим, предыдущий. Сборка лодки составляет у нас около двух недель. То есть, естественно, месяц, работаем мы сейчас в данный момент пока что вдвоем, то есть, но в дальнейшем будем разрастаться. То есть, естественно, на двоих у нас получается 4 лодки в месяц. Круто! А сколько стоит такая лодка? Ну, если брать самую простую лодочку, допустим, под мотор 9.9, или под более маленький, там, по ней регистрат и так далее, то есть в данный момент лодка стоит 75 тысяч рублей в размере 3.7 и 1.4 в развале. И сколько стоит мотор еще к ней? Ну, если до этого времени мотор 9.9, да, то есть это не регистрат максимальной мощности, которая у нас не регистрируется в ГИМС, он стоил, если брать БУ, да, там, до 100 тысяч рублей можно было купить. Сейчас цены, конечно, плачевные, а новые они стоили тоже там 100 с лишним тысяч раньше. Сейчас, конечно, с этим сложнее. Если брать мотор болотоход, также по моторам болотоходам, если по реальным ценам, которые были раньше, до этого, так сказать, конфуза, который произошел, они стоили где-то порядка 150 тысяч рублей 30 лошадиных сил, то есть это, считаю, самая топовая мощность средняя, да, с которой ты можешь получить максимум удовольствия. Если брать какие-то меньшие, более маломощные моторы, допустим, 15 лошадиных сил, 18, 20, это 1-цилиндровые моторы, это, конечно, наверное, просто добраться от пункта А до пункта Б, то есть на 30-ом моторе или на 24 лошадиных сил, 27, 30, то есть V-образный мотор, на них уже можно получать удовольствие реально. А вообще для чего, кто покупатель этих лодок, для чего они нужны? То есть там просто для фана, вот ты говоришь, получать удовольствие, или там для рыбалки, для охоты? Ну, сейчас я в данный момент говорю, наверное, сам за себя, да, то есть где я использую эту, допустим, лодку болотоход, да, то есть я использую больше для удовольствия, больше для того, чтобы покататься, да. Так, в целом, эти моторы болотохода, они были изготовлены первым делом для охотников, то есть охотникам нужно добраться до тех мест, до сложно доступных мест, где можно удачно поохотиться, куда не проедет любой другой мотор. Вот и всё. Хорошо, а вот название бренда твоего, что это означает? Гунч. Да. Гунч – это самый великий и самый огромный СОМ в мире, в данный момент СОМ, то есть СОМ – это самый большой, самый большой вообще в мире, то есть который водится в определенных водоемах и имеет самые большие размеры и мощь. Естественно, ПНД – это неубиваемые лодки, да, то есть и как-то всё совокупность, это всё связано. А сколько времени вообще такая лодка, она будет служить? На самом деле срок службы, он не ограничен, то есть ПНД – это, да, та же самая пластмасса, из этого же ПНД, из полиэтилена, из него делают трубы для газификации, то есть газовые трубы. Сами понимаете, они лежат в земле и им практически ничто не угрожает. Многие задают вопросы, то что это полиэтилен, да, и сравнивают именно ПНД с полиэтиленовыми пакетами, потому что если пакет лежит на улице, он разлагается от ультрафиолета. Это самое, наверное, большое, так сказать, обсужаемое направление по поводу лодок ПНД. Нет, если ПНД имеет добавки от ультрафиолета, то с этим пластиком никогда ничего не будет. Ну, то есть ты хочешь сказать, что если там не вырезаться в камни, то это лодка на всю жизнь вообще, на долгие годы, по крайней мере. Да, да, так же мы делали лодки и на каменистой реке, то есть это на дальний север и так далее. То есть там ходят по рекам, то есть получают удары по дну, ПНД этому очень хорошо противодействует, а если сделать еще внахлёст на дно защитный слой из ПНД, который будет сменный, то, естественно, лодка эта опять же будет неубиваемой. Явно меньше по размерам, что это такое, расскажи. О, это довольно-таки интересный проект, к которому я, наверное, сам очень долго шел и хотел бы себе построить непосредственно такую лодку, но нам дает возможность клиент построить лодку под названием Jet Buggy. То есть Jet Buggy это маленькая водометная лодочка, в которой будет стоять силовая установка мощностью 200 лошадиных сил. 200 сил. 200 сил. Ребята, вы понимаете, это снимает все вопросы на тему того, насколько прочные вот эти вот сварные фактически соединения у таких лодок, то есть 200 сил она выдерживает, этот транец надо как-то усиливать или как? Нет, этот транец все приварится, все встанет на свои места, приварится борта и так далее. А сюда установится водометный двигатель, то есть водозаборник, и здесь рядышком также ставит мотор мощностью 200 лошадиных сил. То есть эта лодка будет водометная, то есть Jet Buggy. На просторах интернета очень много информации, что это такое Jet Buggy, да, и ходите, смотрите. Пока еще на момент публикации этого видео есть интернет, да. Так, ну круто. А это что за лодка, Кирилл? А, ну это в данный момент лодка строилась как раз-таки под мотор болотоход. На этой лодке я буду, так сказать, встречать сезон 2022 года. Будем ее ушатывать, убивать, но это вы все увидите, естественно, на YouTube-канале, надеюсь, что увидите. Ссылочка в описании. Да, будет. Ну, естественно, как бы сюда повесится мотор, Макс мотор, мощность 30 лошадиных сил. Естественно, лодка, как бы, делалась по моему вкусу. Экспериментировал по поводу швов. Как бы, теперь я знаю, что мы можем сделать такие вот интересные швы. То есть брать пластик из другого цвета и паять, и делать такую непосредственно строчку. Самое главное отличие лодки-болтохода от других, это вот эта вот ручка. Потому что мотором-болтоходом лодка управляется стоя. Потому что, вы сами понимаете, удары, какие-то меляки и так далее, сидя это невозможно просто управлять. На моторе-болтоходе имеется длинная ручка, а за счет этого рычага, как бы, этим мотором, как бы, легче управлять стоя. И передлевать какие-то ухабы, бревна и так далее, которые, естественно, мы и передлеваем. Так, мы идем дальше. Кирилл покажет нам другие свои разработки. Вот здесь так. Такое помещение, оно уже... Ого. Занимаешься, какая твоя профессия, потому что ты сам сказал, что вот лодки и баги это такое хобби, скорее, да? Вот чем ты занимаешься по жизни? Да, как бы, вот эти все вездеходы, баги, в данный момент даже лодки, как бы, да, это все хобби. А основная моя деятельность, это, так сказать, мы водим пассажирские поезда дальнего следования. То есть я сейчас, в данный момент, пока помощник машиниста. Ну, по определенным причинам я не становлюсь машинистом, потому что это нужно немножко больше времени. Естественно, я это миксую своим хобби и вот так как-то. Ну, а так, да, это поезда, это очень интересно. Я там работаю уже очень давно, практически с того возраста, когда можно было уже работать. В общем, вся моя жизнь занята с какими-то техническими средствами передвижения, так сказать. Так, в основном и работа. Расскажи, Кирилл, что вот это за баги такая замечательная? Ну, это, естественно, та баги ревейдж, про которую я говорил. Непосредственно баги – это мечта каждого ребенка, да, о ней я мечтал когда-то. Тем временем, когда я построил несколько вездеходов, я обрел какой-то опыт, да, в этом всем. Оброс нужной техникой для сварки там, да, и для всего-всего. И я решился все-таки, наконец-таки, построить баги. То есть я сидел на множестве форумах, общался с многими людьми. Спасибо всем большое, кто мне это помогал делать. То есть на форумах, да, особенно в ВКонтакте есть группа баги в России. Там, то есть очень много отзывчивых людей, кто непосредственно помогал мне строить эту баги. Естественно, там я нашел чертежи этой баги. Чертежи этой баги не российского производства, а австрийского. Естественно, у меня на нее упал взгляд. За рубежом эта баги называется Барракуда Х2. То есть Х2 означает, она двухместная. Также есть Барракуда Х просто. Она одноместная. Диагонали кузова примерно один тоже, просто Х2 нашили. Ну и все, как бы закупился трубами. То есть ты просто нашел в интернете, грубо говоря, чертежи. Да, да. И по ним решил сделать сам вот эту баги. Да, да, которая мне реально понравилась. Она больше подходит к классическому виду баги, да. То есть это широкие длинные рычаги, то есть это каркасная пространственная рама. И как бы с этого, у меня легло, вернее взгляд на эту баги. Мне понравился ее стиль, и я начал ее собирать. Из чего она сделана, вот расскажи. Сделана она, кстати говоря, по поводу, давайте начнем по поводу труб, да, которые используются непосредственно в каркасе рамы. То есть если брать по, так сказать, по гвоздам, да, то есть баги собирается из цельной катаной трубы, да, как вот это так она называется. А эта труба у нас сварная, то есть у нее, естественно, имеется шов. То есть, ну, мне не выступать на гонках, и безопасность, как бы, этим ничем не страдает на этой баги. В общем, закупил трубу, научился пользоваться трубогибом, который у меня, естественно, также был приобретен для этой баги. Согнул трубы все по чертежам, состыковал, прихватил, обварил. Опять же, на моем канале есть очень много серий, около 20 серий про постройку этой баги. Единственное, что я внес в эту всю конструкцию. Эта баги Barracuda X2 изначально должна иметь мотор от спортбайка. Во-первых, очень сложные конструкции кулаков и так далее. Я от этого всего отошел и внес, так сказать, наши отечественные комплектующие. То есть, допустим, спереди используются кулаки ВАЗ-2106, вроде бы, от классики передние. Также мартеры сделаны, то есть, это не дорогостоящие стойки. Мартеры сделаны из мазовских амортизаторов. То есть, переделана гидравлика, одета сверху две пружины от ВАЗ-2112, ну, от этой серии и так далее. То есть, рулевая колонка также от ВАЗ. То есть, здесь все, как бы, сидение. Да, сидение пришлось раскошелиться, сделать из алюминия. Сваливаю я их по автоматам также сам. Да, ну, ковши крутые, прям, ух. Я прям, это самое главное, то, что должно быть в баге, это должны быть ковши. И именно должны быть металлические, потому что мыть ее намного проще. Если были баники какие-нибудь мягкие, то есть, вечно сырые, нет. А она вечно грязная. Ну, сейчас, конечно, чистая, тоже гаража стоит. Ну, и силовой агрегат, да, то есть, силовой агрегат здесь стоит уже второй, наверное, или третий уже ставлю. То есть, сейчас до этого стояли карбюраторные моторы, это от ВАЗ-2110 мотор, в данный момент я поставил инжекторный. Шестнарь, короче. Да, нет, не шестнарь, восемь, восемь клапанов, да. Шестнарь, к сожалению, здесь по многим параметрам я хотел лотнуть, но он здесь... Голова большая, в амортизатор, да, упирается? Да, с той стороны в амортизатор уже упирается. Я обратил внимание, да. И, к сожалению, это, как бы, не получилось сделать. Ну, я скажу, при этом таком весе и восьмиклапанный, как бы, по зарез. То есть, когда я сажаю человека какому-нибудь прокатить, ну, они немножко шокированы. То есть, сколько сил получается здесь, какая масса? Вот, наверное, такой вопрос, вообще, очень простой, но сколько у нас ВАЗ-2110 лошадиных сил? Ну, там, восьмиклапанный. В районе, наверное, 80-90, там, что-то такое, как бы, я, если честно, прям... А какая масса? Самой багги? Да. 700 килограмм. Кстати, вот этот фактор, он очень интересный. То есть, у меня вся техника, что каракас, что гусеничный вездеход, что багги, они все плюс-минус, там, 10-20 килограмм по 700 килограмм. Я не знаю, как так получилось, но... При том, что ты не используешь, там, программы компьютерного моделирования для этой техники? Да, ничего не использовалось, да. То есть, это все, собственно, ручно было собрано. То есть, у мультиватора такие же баг здесь стоят от классики, то есть, от ВАЗа. Вентилятор также с радиатором от классики. То есть, все было упрощенно. И, как бы, да, не буду врать про капитал багги, да, то есть, тогда, когда я строил, да, вообще всех моих вездеходов у меня была одна цель. У меня, вот, никто практически в это не верит, но у меня капитал каждой моей техники, это 50 тысяч рублей. Ребят, багги стоят 50 тысяч рублей. 50 тысяч? По себестоимости. Вот это все, то, что вы на ней видите, это 50 тысяч рублей. Это просто было собрано больше, знаете, помощью кого-то там, там, металлоломов. То есть, по сути, она сделана вся из металлолома. У меня рядом есть пункт выдачи, ну, сдачи металлолома. Там меня уже, прямо вот, когда я приезжаю, они говорят, что на этот раз собираешь, в общем, как-то так. Ну, и, естественно, я у них снабжался какими-то запчастями и все это собирал. Ну, естественно, в интернете кидал клич, то есть, нужно это, нужно это. То есть, кто-то что-то просто отдавал. Да, 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 то есть, это вот так было собрано. И практически, как я говорю, каждый вездеход, это был капитал где-то плюс-минус 50 тысяч рублей. Вот и все. То есть, это может позволить себе каждый, как бы, кто имеет самое главное желание, и все. А потом уже остальные руки, то есть, научиться можем всему. Да, ну, ребят, вы видите, насколько разнообразен, да, творческий подход Кирилла, и то, что можно вот собрать это все при, ну, при правильных руках, при правильных инструментах, собрать, да, за 50 тысячи. Ну, и люди помогут, да, люди у нас отзывчивые. Ну, почему нет, конечно, когда ты живешь в городе, где-то там туда-сюда, то есть, это вазовские комплектующие и так далее, они везде, всесущие. То есть, как бы, сейчас, конечно, сложнее, все больше и больше создают на металлолом, и все равно какая разница. Пришли на металлолом базу, и нашли что-то, купили по цене металлолома, и все. В принципе, я сюда практически нового ничего не покупал, то есть, здесь даже не знаю. Огромный станок такой, я такие на заводах видел. Да, это совершенно верно, это советский станок, токарный, который был приобретен мной, как раз-таки, для всех моих, так сказать, кулинических дел. Большой помощник, так сказать, и без него некуда. До этого, как бы, когда я делал вездеходы, до баги, я пользовался, конечно, помощью наших хороших токарей, которые живут, естественно, у нас здесь, в нашем городе. Ну, а потом, как бы, озадачился задачей, задачей приобрести себе реально токарный станок. И даже в лодках в некоторых моментах токарный станок нужен, реально. Прям вот, не поверите, но иногда что-то точнуть, обрезать. И ты, наверное, его взял недорого тоже, да, станок? Нет, станок взял я как раз-таки, как сказать, по средней цене, то есть, расформировалось училище, и, как бы, человек просто оттуда продавал станки, и я его приобрел, в общем, себе в свою коллекцию. Ну, в общем, это кто чем-то занимается, да, вот таким направлением, как я, допустим, каким-то техническим видом направлений и так далее, то есть, мне кажется, стакан и станок – это мечта каждого. И, как бы, я ее осуществил. А, Кирилл, смотри, у тебя здесь куча разных кубков, расскажи, что это за тема, где ты участвуешь, гоняешься? Ну, этим я вообще занимаюсь с самого детства, реально. У нас в городе был клуб, клуб по мотокроссу. Когда я был вот таким вот шпингалетом маленьким, да, мы бегали по дороге, у нас здесь буквально километр, смотреть, как они мимо нас проносятся на трек, на трек по мотокроссу. То есть, на задних колесах и так далее. После мы убегали, по нам шли мурашки, мы хотели, прям мечтали об этом, короче, ну, чтобы этим заниматься. В итоге я попал к ним, меня заметили, я начал заниматься туда-сюда. Ну, и в итоге вот это вот, все, что вы видите, это то, что было завоевано на наших, как бы, всероссийских гонках и так далее. То есть, это мотокросс, которым я занимаюсь с детства до недавнего времени. С недавнего времени я не занимаюсь мотокроссом по определенным причинам. Естественно, у меня появилось уйма времени. То есть, спорт занимает очень много времени в жизни. Естественно, как бы, это время сейчас стало очень сильно уделять непосредственно в мастерской Gunji River Hunter по производству лодок. Скажи, Кирилл, а какую, вот, предположим, импортные автопроизводители уйдут из России, да, вообще в глобальном смысле. И, ну, просто надо вот делать будет разную технику. Какую технику ты бы мог сам создавать и продавать, в принципе, вот, если будет такая потребность? О, честно, честно, как бы, я готов, наверное, схватиться, наверное, за все. Возможности нужны, то есть, понимаете? То есть, нужны возможности. То есть, какие возможности я имею, то я и делаю. Если мне дать какие-то возможности более большие, я, наверное, готов взяться практически за все, что угодно. Потому что мне реально нравится делать всяко-разнообразную технику, понимаете? Так же и по лодкам. Я не штампую одну и ту же модель, там, три модели, я их просто штампую на всех и все. Мы, в большем случае, опираемся на то, чтобы человеку спроектировать судно именно для него, по его, так сказать, предпочтению. Кирилл, спасибо большое, что показал нам свое производство. Парни, если у кого есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях, задавайте. Обязательно подписывайтесь на канал Кирилла, гоняющий Кулибин, ссылочка в описании. В общем, спасибо, что смотрели, до новых встреч. Всем пока.